Микс Ньюс Добрый день. И день сегодня действительно добрый, потому что на радио Болтком каждый вторник выходит программа «Зеленая лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь и для тех, кто хочет помогать. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина, наш звукооператор, звукорежиссер Родион Золотарев. И гость у нас сегодня в студии знаменитый наш оперный певец, контртенор известный Сергей Егерс. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы очень рады, что вы к нам пришли, нашли время в своем графике плотном очень, потому что будем говорить о музыке, обо всем хорошем и, конечно, о надвигающемся на нас событии, в котором вы принимаете непосредственное участие. Это бал Марты Благотворителя. Да, с удовольствием расскажу. Это одно из самых таких добрых и красивых благотворительных мероприятий в Риге. А помогает наша программа сегодня 12-летнему Тимофею Тимоше Акулевичу. Он живет в Волойне с мамой, папой, младшей, маленькой совсем сестричкой. И у Тимы с рождения очень редкий, очень сложный диагноз. Называется синдром Уильямса. Это генетические проблемы с сердцем. Это обнаружили сразу после рождения. Он родился весом всего 2360 граммов и уже пережил две операции на сердце. Первую операцию мы сделали, когда еще двух месяцев не было малышу. Вторую в 7 лет. И родители, конечно, всеми силами, все усилия предпринимают, чтобы вытащить ребенка из этого заболевания, чтобы ему было легче. И у них получается, они используют все, что можно и очень стараются. Вот сейчас такая ситуация, что Тима очень быстро растет, у него проблемы очень с речью сильные образовались. Для реабилитации, для оплаты логопеда годового курса, чтобы Тима мог нормально говорить, нужна сумма на год 2400 евро. Поэтому наш телефон зеленой лампы, благотворительный телефон 9306384 работает всю неделю до следующего вторника в помощь маленькому Тимоше. Стоимость звонка евро 42 цента. И напоминаем, что гость нашей студии певец Сергей Егерс. И вопрос. Когда и где состоится бал Марты? В этом году он впервые поменяет площадку. И на что будут направлены средства? Да, этому году бал Марты будет пятый раз. Не будет Гранд Палас Хотел и будет театр русской драмы Михаила Чехова. Но мы рады, потому что там больше мест. 16 ноября, 7.30 начинается. И самое радостное такое, что я могу сказать, что участники, которые будут в этом балле выступать, Сонор Вайце, Майконцентмейстер Ева Шмидте, Латвийский национальный симфонический оркестр-квартет. Вот так. И самое радостное, что прилетает Данил Крамер на бал, да, так как всех приглашаем. И все средства, которые мы будем в этом вечере собирать, будет в Рижской начальной школе Володыня, где учатся дети с первого до четвертого класса с недостатками развития речи. Как наш Тимофей. Да, но там очень много всяких вещей надо. Я надеюсь, как всегда, мы все купим и подарим. Ну, мы хотим напомнить, что Сергей Егерс уже несколько лет, 4 года уже, да, является патроном балла Марты. И без него просто, наверное, ничего бы не двинулось, потому что у него есть свой благотворительный фонд, очень известный благотворительный фонд Сергея Егерса. И мы об этом будем говорить еще чуть позже подробнее. Сейчас просто напомним, что все, кто хотят попасть на пятый балл, можно сказать, юбилейный даже, да, пятый? Ну, конечно. Балл Марты, который состоится 16 ноября в Рижском русском театре драмы имени Михаила Чехова, 16 ноября, да, билеты купить можно на бильжи-сервисе. Там есть VIP-билеты, есть просто билеты, да. А помимо концертной программы, что еще там ждет гостей? Ну, всякие развлекательные номера и всякие вкуснятины и напитки. И самое главное, вы говорили патрон, да, это очень так громко звучит. Надо сказать спасибо идее, которую это придумал Света Лев, Бернард Лев, который очень много делает. И это доверие, которое они для меня, это как золото, это самое главное. Знаете, Светлана Лев, которая является автором идеи вообще-то, и она просто фанатично переживает и пять лет уже старается продвинуть эту тему. Она была в гости нашей программы неоднократно, и она о вас очень так тепло отзывается, всегда говорит, что без вашей помощи очень трудно было бы. Команда большая, конечно, есть всякие трудности, но люди помогают, и как мы все понимаем, баллы можно делать всякие и разные, у нас в Латвии тоже есть. Но я думаю, что в прошлом году мы получили приз как самый лучший балл в Латвии, и мы стараемся, чтобы было лучше и лучше, и помогать. Это самое главное, потому что у нас всех вместе есть много, что дать тем, которым нужно больше, чем нам. Очень хорошо, что вот этот балл – это не просто развлекательное мероприятие, которое тоже хорошо само по себе, да, красиво, и артисты будут там выступать, раз это театр. И вы, наверное, будете петь, да? Конечно, конечно, буду петь. Это еще имеет и такую благотворительную, очень большую основу, потому что каждый год балл Марты перечисляет, собирает и перечисляет большие суммы тем, кому они очень нужны. Да, я хочу сказать, что это немалые деньги, которые мы можем получить за один вечер, и лотереи, и аукционы. Пожертвования частные. Конечно, конечно, да. А, Сергей, а рекордная сумма была, по-моему, более 20 тысяч? Да, 23 тысячи, да. Это было, мы помогали детской больнице, онкологическое отделение купить все, что там им надо было. Скажите, а вы сами посещали онкологическое отделение? Конечно, конечно, это сам я делаю, и деньги никто не получает от меня. Это самое главное, я думаю, что я покупаю сам то, что надо. Скажите, а вот вы посещаете, вы видите этих детей, это же очень драматические, трагические истории и ситуации. А как вот ваше сердце и душа, это же больно и страшно. Ну, да, мне трудно собрать команду, которая едет со мной, да, и мои сестры тоже иногда это эмоционально не может, да. Но можно поплакать перед этим или после, может быть, не надо, потому что человек же плачет про себя. Да, и нам надо помогать, кому-то это надо делать. Но я таком... Настраиваюсь. Настраиваюсь, конечно, настраиваюсь, да. И я думаю, что самое главное, я большой любовью иду, я делаю это со своей сердцем, и ни одной момента не вру или не делаю вид, что это мне различно, это не так. Сергей, фонд называется, благотворительный фонд Сергея Игорса. Но вместе с вами, вот вы упомянули, там работают две ваши сестры. Я хочу сказать, мы там не работаем, мы живем, и Алла и Инесса, да, они помогают. То есть это ваши родные сестры? Конечно. Старшие, младшие? Я старший, сорок, мне Инесса годик меньше, и Аллы меньше, чем Инесса, не буду сказать. То есть вы погодки друг за другом? Да, конечно. И да, у нас каждому есть свои обязанности, которые нам надо делать. Когда мы делаем один раз в год лагерь, Алла отвечает за всю документацию, я отвечаю за всем мероприятиям, художниками, певцами, знаменитыми людьми, которые в Латвии мои друзья. И я всегда говорю, мы пришли с вами дружить, потому что эти дети не из детских домов, эти дети, которые живут в семьях, но есть какие-то трудности и ограниченные возможности. И я за этих хочу сделать, чтобы эта среда, где мы находимся, была очень хорошей. Потому что это один из факторов, который личность… Формирует личность, да? Конечно, конечно. И когда заканчивается через неделю, это наша прекрасная встреча, где 30 детей, да? Я говорю, что я бы был счастлив, когда вы когда-то вспомните, что мы встретились, и всегда скажете всем спасибо, потому что это ждёт все люди. И когда вы вырастите, я бы был рад, если вы будете делать то, что я делал сегодня. Ну вот то, что вы делаете, конечно, оставляет след в сердце, это не может не оставлять. И про спасибо мы согласны, мы вот прямо сейчас говорим спасибо и вам, и Светлане. Да, спасибо Свете тоже, да. Которая придумала это всё, и за то, что вы делаете вот такое мероприятие, потому что это огромное усилие, это очень тяжело, мы понимаем. Да, 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 большие такие часы, которые каждому надо делать то, что придумали, и лучше, и лучше всё становится. Иногда руки опускаются, да, но всё равно надо идти вперёд. Ну как же всем, да, как же всем, но это не вариант отступить. Мы напоминаем, что наша программа сегодня помогает 12-летнему Тимофею Акулевичу, который живёт в Волойной со своей семьёй. У Тимы очень редкий, очень сложный диагноз синдром Уильямса, это генетическое заболевание, проблемы с сердцем. И две операции на сердце он уже перенёс. Реабилитация нужна ему постоянно. Чудесный мальчик, очень живой, очень подвижный, замечательный. Мы чуть-чуть про него расскажем ещё позже. И ему нужна постоянная реабилитация. Мама возит его из Олойной в Рижскую школу каждый день. Причём у них ещё маленькая сестричка у Тимы родилась недавно, ей год и три месяца, Алиса. И вот эта Алиса путешествует тоже в машине вместе с Тимой. Тима едет в школу, там занимается, у него очень много друзей. А после школы начинается физиотерапия, массаж, и всё, что необходимо ему просто каждый день проходить. И мама вот так вот целыми днями занимается детьми. И каждый раз мы напоминаем, что мы рассказываем, конечно, про ребёнка, и мы всегда стараемся как-то нашим слушателям и читателям объяснить, что это за личность, потому что каждый ребёнок очень интересен. Но всегда это, конечно, рассказ о героическом маме. Потому что каждая такая мама – это маленький такой вот настоящий герой, который не жалуется. И мы очень благодарны этим мамам за то, что они доверяют нам рассказать про их ситуацию, потому что самому очень трудно рассказывать такие вещи. Ну, конечно, я считаю, что про всех таких случаев, которые есть возможность рассказать, надо это делать. Потому что человек же так построен, когда он вспоминает про несчастье. Тогда, когда ему случается что-то или рядом кому-то, тогда мы вспомним, что надо немножко медленно жить и подумать. Вот, очень хорошие слова вы говорите. Но про Тиму, кстати, совпадение какое. Вот у него, он очень живой, подвижный мальчик. Но вот с детства мы знаем его уже несколько лет, этого мальчика. Вот смотрели, как он рос. И он очень любит музыку. Он просто фанатично любит музыку. Когда его спрашиваешь, кем ты хочешь быть Тимом? Мы ещё три года назад его спрашивали. Тима сказал, хочу быть диджеем. И сейчас он говорит то же самое. Я хочу быть диджеем. Меня будут звать диджей Тимоха. А мама смеётся и говорит, что вот он себе где-то там вот разыскивает. Сделал себе пульт такой диджейский из всяких там дисков самодельных дома. И изображает, как будто бы он там ведёт эти программы, накачивает себе музыку сам. Вот видите, есть мечта. Да, есть мечта. И он очень симпатичный мальчик. Посмотрите фотографию. Статья про Тиму очень подробная на сайте MixNews.lv. В рубрике «Зелёная лампа» и в социальных сетях. На страничке MixNews.lv тоже в сети Facebook. И на страничке «Зелёная лампа» в сети Facebook. Мы очень хотим помочь этому мальчику. Ему нужно пройти курс у логопеда занятий. И одно занятие стоит 25 евро. То есть мама и папа столько всего там платят, столько расходов у них на эти реабилитации, что они просто физически не могут всё это вместе держать. И поэтому очень-очень нужна помощь, чтобы Тима нормально говорил. Он сейчас немножко потерял навыки речи. И очень хочется ему помочь. На год нужно 2400 евро. Телефон 93006384. Стоимость звонка евро 42 цента. Пожалуйста, сделайте этот маленький звоночек. Они все соберутся в большую и серьёзную помощь очень хорошему 12-летнему мальчику. Сергей, вот мы перед эфиром разговаривали с вами. И вы сказали, что вы обратили внимание, что столько ящичков для пожертвований, сколько стоит в Латвии, в различных местах, торговых центрах и так далее. Вы не видели нигде в мире. Так есть, да. И я никогда это не делаю. Потому что у меня есть фонды. И вы понимаете, каждый день кто-то что-то спрашивает. Необычные, всякие вещи купить, выплатить хипотекарные кредиты, купить школьные формы. Но цель моего фонда только один – помочь детям, которым есть проблемы со здоровьем, и делать какие-то мероприятия, и культурные концерты, где достать эти деньги. Деньги, чтобы помочь детям, у которых проблемы со здоровьем. А так деньги есть, как я говорю, это мой голос. И сколько я зарабатываю, сколько я считаю, могу помочь, так и есть. Потому что такие большие, крупные, как другим большим благотворительным фондом у меня такие никогда не было на счету. Мы подробнее поговорим о вашем фонде, которому 12 лет уже, мы знаем, да? Во второй части программы сейчас небольшой перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа» и напоминаем, что в гостях у нас сегодня оперный певец, контртенор наш известный Сергей Егерс. И будем говорить сейчас о его фонде, которому 12 лет. Как вы это придумали? Что послужило толчком? Да, 12 лет назад это я не придумал, но это был такой большой подарок для меня. Марис Бенсонс и Индра Виллепсоне, мои друзья, партнеры, придумали это и говорили, будем делать. И Марис Бенсонс, который тогда руководил Хонда Ауто, пожертвовал фонде первую очень большую сумму и с этой суммой побежал на заеду от ЛВС, сказал, кому первому, второму, третьему, пятому, кому надо. И как-то было, что почти все деньги мне дали. Но конкретным больным деткам? Конечно, конечно. Я только конкретным, я никогда не бросываю какой-то ящик и не знаю, куда это потом... Да, это важно понимать. Это очень важно. Каждому у нас есть круги, где-то которому нужно дать. Не только деньги, нужно эмоционально поддержать, нужно физически отвезти, нужно консультации доктора, юриста. Мы всегда можем это найти. И это тоже такие хорошие дела, как я говорю. Каждый день надо сделать три такие дела. Не себе, а другому, да, конечно. То есть это хорошо жизненное правило? Да, это живо. Сергей, а вот у вас есть фраза такая, замечательная музыка, моя левая рука, а благотворительность моя правая рука. Вот по-другому. Правая музыка. А, правая музыка, благотворительность левая. Да, я так придумал. Ближе к сердцу. Да, я так придумал, потому что очень много спрашивают, ну как ты, почему и зачем. Но я думаю, что я такой родился. И те такие неприятные моменты, грустные моменты, которые я пережил как ребенок. Я сегодня как взрослый человек, которым мы... А вы в детстве рано остались сиротой, да? Да, автокатастрофа. Наша мама ушла. И мы остались, да, маленькие. И бабушка вырастила. И пять лет назад бабушка ушла. Болезнь, которую я тоже выжил два года. Это глиобластома. Это рак мозги. И жил в больнице. И делал все, чтобы улучшить. И было... Облегчить. Облегчить, да. И видел других взрослых людей, которые быстро умирают. Молодые. И думал, как я могу помочь. Как я... Не только воду принести или цветы. Всем положить, да, кому надо. И ответить на вопросы. И вижить это вместе с ними. И я подарил 35 своей картины. Да, чтобы было, когда не идёт про коридоры, и видит... Ну, это тоже важно. Которые яркие, яркие краски, да. Ну, и сейчас я придумал поехать. И у меня надо ещё купить и достать, попросить, какие 6-7. И поменять, чтобы тем, которые уже долго живёт, казалось, что уже другая выставка. Перемена. Да, я рад. Хотел про это сказать. Потому что такими красивыми вещами надо быть в больницах, где живут дети, и в тюрьме. Вы там тоже бывали с концертами? Да, я придумал. Я хотел поехать в тюрьме на Новый год. Женской тюрьме. Я им очень много рассказывал про свою жизнь. Там была тишина. И там есть дети маленькие, они сидели. Не было никакого другого звука, как мой голос и мой концерт-мессер, который играл. Я придумал. Но большую энергию я дал. И они от себя что-то дали. Мы привезли детям подарки. Я сказал, я хочу, чтобы была обменная такая... Ситуация. Я хочу вам давать. Мы никому не должны что-то давать. Я хочу, чтобы вы, например, сделали подарочные мешочки, какие-то картины, где я мог от вас повезти другими. Это замечательная идея. Или в другую больницу. Я больше сегодня... Ну, я работал 10 лет в детском доме, и это закончилось. Этот период закончился. И я сейчас больше думаю про людей, которые социальных утверждений, где живут старые люди, как я называю эти еще. А в тюрьме был Новый год, и я сказал, я не могу вам сказать с Новым годом. Но каждому человеку дано... Испытание. Один шанс, или как... Да, шанс. Шанс. И дано, я думаю. И второе. Так мне бабушка учила. А третье, я думаю, нет. Потому что ошибаться мы можем... Любой человек, но... Но это можно исправить. Простить надо. Простить надо, но сколько раз. И я думаю про... Ну, это я хотел сделать. Это меня учительница сказала. Вот поедем, надо в тюрьме подарить картины. И ты будешь петь концерт. Это было трудно, но это я сделал, потому что я хотел встретиться с такими людьми. И я был рад, что я это сделал в больнице. И сейчас это старые люди. Каждый день кого-то привезет. Каждый день кто-то умирает. И делать это... Каждый день, чтобы был какой-то праздник. Мои друзья, мастера, не парикмахер, а мастера, который есть, который делает педикир, грим. Макияж. Макияж, да. Макияж, правильно, да. Я их собираю. Я это сам не делаю, но я это организую. И устраиваете. И мы поезжаем весь день все дамы, ногти, волосы, все красивые, все рады. А это так... Это же наше интеллектуальное общество. Ипшемс. Собственность. А это ничего не стоит. Это стоит моё время. Время, энергию, силой. Время это самое дорогое. Поделиться своим временем это очень... Всем своим друзьям и много мне их и все поверят. Поверили мне и все... Никто не говорит, нет, Сергей, не будет так. Все головой так и едим. И сделаем. Через 2 месяца. Ну, это не можем сделать, да, там, каждый месяц, да, но сейчас в ноябре поедем. Сергей, а были, например, отказы, когда вам говорили, Сергей, извини, но для меня это очень тяжело. Я вот себя берегу, я не буду. Нету такие... Не были такие варианты. Сергей, а вот вы сказали, что вы 10 лет проработали в детских домах. И это получилось в самом начале вашей карьеры, да? Да, конечно. Я учился в Академии Латвии, я учился в Швейцарии. Стожирувку в Швейцарии прошли. Я работал и с людьми умственно отсталые, немного в центре, это все было вместе. Сейчас думаю, ну, как это возможно? Ну, возможно. Это удивительно просто. Да, я был так уставший, когда в детском доме было сутки, надо было работать, я ждал автобус, пару долгов я работал, жил я в Ацмолградск тогда, это очень далеко, и я так был уставший, что я заснул в остановке. В автобусе, да? Да. Так и было. А что вам лично дал этот опыт? Я вырос вместе с взрослыми, которые были мои коллеги, и я думаю, что я оставил какую-то большую часть от себя этим детям, которые выросли, которым есть семьи, да, есть, которые сидят в тюрьме, есть, которые ведут нехороший образ жизни, образ жизни, да, но я был там, чтобы вместе с ними расти, и из этих трудных моментов выводятся какие-то хорошие тоже вещи, которые ты сам в жизни понимаешь. Я хотел сделать эту среду очень красивую, мы в оперу ходили, балеты, ничего не хотят эти дети, но мне надо матировать и сделать, чтобы они шли, чтобы была белая рубашка, чтобы ты знал, когда тебе будет жена, ты бы рассказал ей и выучиться варис. На всю жизнь запомнил. Да, конечно, и варис выучиться, они говорят, ну как, почему, зачем, ну когда тебе будет свадьба, тебе не будет, надо платить, ты уже знаешь это. Ну так, я всяко придумывал, чтобы было им интересно, и самое главное, они же выросли, я не хочу, чтобы они делали плохо что-то обществу другими, нашим детьми, да, когда мы же, они же выходят, мы все. Мы сами создаем всю эту среду вокруг нас. Я иногда, когда шел по улице, думал, может, эта женщина, которая идет, это мать, ребенка, которая мне вырастила 10 лет, и она идет с красивой шубой. То есть, вот эти все связи, которые происходят нам невидимые, да, они все равно есть и работают. Ну да, это очень зависит от нас, взрослых, которые, и я потом всегда говорю спасибо своими учителям интернет-школи, где мы учились, да, сегодняшний день мы встречаемся, да, они, у меня две учительницы, и я сегодня приглашаю на своих концертах, и вот сейчас тоже из плиты пришел, потому что я очень много консервирую, очень-очень много, и мои учительницы это получают, и они рады, и у меня свои лейблы, Сергей Эйгер Мейстердерпс, и это еще такое красивее. То есть, вы это делаете для подарков, да? Вашим каким-то близким людям, Да, да, конечно, да, и моим сестрам, чтобы им надо с детьми больше быть, заниматься, мариновать, я сказал, я это все сделаю. Грибы мариновали в этом году? Вот грибы это то, что я не ем, а все остальное и варенье, и огурцы, и секла, и желе, и рассольники. Фантастика. Ну, это я умею, да. Вы знаете, судя по вашему рассказу о вашей жизненной философии, о том, чем вы занимаетесь, у вас получается гораздо больше, чем три добрых дела в день. да, да. И время есть еще. Остается. Время есть всегда, если хочется что-то сделать. Я так много улетаю, прилетаю, вот, сейчас я был в 42-й стране. Ого. Да. И что это за страна была под номером 42? 42 Малта. Малта. Да, но очень много раз я был в Лондоне, Казахстане, Зубикистане. Что вы пели на мать? Я отдыхал. Отдыхали? Да, вот прилетели баночки, концерты, репетиции, все, можно, сейчас улетаю в Финландию, я там жюри, я на Сибелу с вокал компетишен, оперный конкурс. Музыкальный конкурс. Да, да, это тоже большая честь, я там жюри, третий год уже, и тоже опыт, встреча с людьми интересными. Когда в Латвии мы вас можем услышать, какие у вас запланированы? Какие у вас проекты запланированы? Да, кроме Баламарта. Да, в декабре 14-го вместе с Инессой Галантой в Домском соборе рождественская прелюдия, как всегда. Знаменитая. 25-го декабря в Домском соборе это мой концерт Ава-Мария уже девятый раз, девятый год. Это вот собственно Рождество, вы отвечаете вот этим Ава-Мария программой. Да, и 28-го января, когда у меня день рождения, будет день рожженский концерт. Где? Музыка нам сдала в Риге. Ну, потом я выступаю в детских спектаклях, 10 спектаклях, Путюзернеса у меня главная роль, в феврале 12 спектаклей здесь с Питер концертзала и Дзинтер концертзала и потом я улетаю в Вьетнам. А расскажите немножко про этот детский спектакль для детей. Интересно, да, это как концерт такой вариант. Это самым маленьким детям Патеша Мазняе, где будет выступать Ате Севинч, это из поп-музыки, сонно рвается, наше сопрано из оперы. Я и дети из хореографической школи. Ну, всегда это очень интересно. Я думаю, что интересно тоже взрослым, которые привозят этих малышей, посмотреть на различных инструментов и голосов, и нарядов, костюмов. В мир музыки они попадают. Да, да, конечно. Мы сейчас хотим на пару минут прервать нашу беседу, чтобы озвучить итоги предыдущей программы и сказать всем, как всегда, огромное спасибо. Это самые приятные моменты, когда можно говорить спасибо нашим радиослушателям. Неделю назад мы просили вашей помощи для 16-летнего очень талантливого, незрячего мальчика Яши Бурляева. он совсем не видит, он видит только свет и вот получилось так, что мама смогла приобрести для него удивительное изобретение, как сказать, это такое ноу-хау, звуковые очки, звуковое зрение. То есть с помощью этих очков звуковых преобразуются сигналы, импульсы попадают в мозг и Яша может видеть, то есть видеть как-то по-особому, по-своему, а также ему нужна была операция на глазу, которую взялись сделать в клинике в отделении микрохирургии в клинике Ленинградской области детской клинической больницы. нужная сумма была собрана очень быстро всего для Яши всего для Яши поступило 3319 евро было собрано было сделано 653 звонка на сумму 815 евро уже он начал курс обучения пользованию этими звуковыми очками это талантливый очень мальчик вот мы для Сергея Егерса специально напомним он не зрячий но он закончил музыкальную школу 8 лет учился и у него очень потрясающий слух феноменальный он по ломке автомобиля на звук определяет вот ему включают двигатель он говорит какой цилиндр там да и сейчас он учится играть на органе и недавно вот сыграл в церкви Гертруды попробовал он сыграл Баха при Люди и мы надеемся что с помощью этих звуковых очков которые он освоит очень скоро Яша сможет еще больше заниматься играть и раскрыться спасибо всем огромное огромное и напоминаем что наш телефон 9306384 евро 42 цента за звоночек сегодня работает и всю неделю для 12-летнего Тимоши Акулевича который себя называет диджей Тимоха и очень хочет тоже заниматься музыкой у нас как-то все сегодня вокруг музыки вращается и гость наш знаменитый певец Сергей Егерс мы говорим не только о музыке но о благотворительности о его хороших добрых делах о том что 16 ноября еще раз напомним состоится бал Марты куда все приглашены билеты в билижи сервисе и увидите какое-то красивое будет мероприятие потому что будет оно проходить в этом году впервые в Рижском русском театре драмы то есть там весь театр будет задействован да конечно весь театр костюмы будут какие-то специальные надо прийти и посмотреть это будет шикарно Сергей у вас вы проводите такие творческие мастерские для ваших подшефных детей и у вас сколько несколько сот детей участвуют да это такой лагерь я называю Радуша Здармейцы всегда это 30 детей ну если это было 10-й год фонду 12-й эти Радуша Здармейцы 10-й разы но это дорогостоящий проект и я весь год работаю чтобы это летом неделю было ну примерно 300 детей несколько сотен детей прошли через ваш вот этот то есть вы подарили какой-то праздник радость творческую надежду ну я надеюсь да но самое главное что дети дети как дети все прекрасные да и подружились и все но иногда так грустно что родители считают что им это положено не положено я не стеснаюсь говорить всегда что родителям ну видно какой семье он живет как потому что не доктор учитель не виноват если кто-то виноват это родители и очень видно как живет кто что кушает что не знает чем удивляется но в этой неделе я не смогу так быстро все рассказать этим детям да потому что изменить ситуацию кардинально в этом году 18 преподавателей были 18 очень много и все работают бесплатно то что я плачу это питание которое самое дорогостоящее и все конфеты лимонады все дают наши друзья спонсоры которым я очень много лет вместе дружу не работай потому что они верят дают и я даю дальше вот это очень важная вещь еще вы сказали вот между эфиром такую мысль интересную что наступает рождество и в этот момент все поднимаются и начинают делать подарки благотворительность а в принципе это же нужно каждый день может не каждый день но как я говорил те которые просят очень очень много и я потому и нигде не в социальных сетях я себя немножко охраняю у меня есть люди которые получают эти письма и что спрашивают ну и не могу я все сделать но я могу дать и совет а у меня самому тоже надо какие-то помощи из других специалистов да чтобы достать их и помочь другому но самое главное что они поверят мне когда я спрашиваю кому-то другому вопрос доверия очень важен конечно это это еще раз говорю вот Света и Берна спасибо это ну такой ну что я патрон баллы и и все так хорошо случается всегда заканчивается потому что я это балл да я жду как большой праздник большой мероприятие и всем потом рассказать у нас есть столько и мы подарили вот это и в этом году средства давайте напомним да то есть можно прийти купить билет прийти на балл можно просто перечислить деньги фонд Сергея Герса они пойдут на приобретение да специальные школы рыжская начальная школа обучается дети до четвертого класса недостаточным развитием речи ну и там им нужно всякие аппаратуры и предметы для учебы ну там есть такой большой список я не смогу рассказать о том что мы уже купили над предыдущих баллов больницы купили микроскоп специальный чтобы открыть быстрее что у нас рака да и дрилли для мозга да большим яшек аппаратура в общем очень сложная аппаратура очень сложная которая не была очень дорогая да это была самая такая большая сумма которую мы достали от марта с баллы и в прошлом году специальной школе Риги первой специальной школе на мы купили такой компьютер который движется не пальчиками а глазами да и вторая школа у нас было деньги еще что мы помогли детям которым нету слуха и проблемы слухом интернет в школе мы там сделали и всегда я думал как ну певец звук а там я прихожу в школе дети бегают а звука нету да и думал вот как можно помочь и я ну вел выставках кино где можно читать спектакли в сотрудниче с благотворительным фондом be open и у нас есть специальная рубрика на сайте mixnews.lv раздел зеленая лампа там вы можете прочитать подробную историю мальчика которому мы помогаем на этой неделе и там опубликована беседа такое мнение руководителя благотворительного фонда be open ингриде шмидт и которая как раз рассказывает о том что для многих родителей у которых больные дети в семье обращение благотворительный фонд оказывается последней надеждой потому что к сожалению многие реабилитационные и лечебные мероприятия государство не оплачивает а это не разовые расходы а семьи должны оплачивать для таких вот больных детей это постоянно годами и поэтому наш благотворительный телефон 9306384 всю неделю будет подключен к счету который открыт для оплаты реабилитационных занятий для 12-летнего Тимы Тимофея Акулевича из Олэна вот видите сколько у нас хороших дел сегодня было перечислено наша программа подходит к концу мы благодарим Сергея Егерса за интересный рассказ за все вообще спасибо вам за все что вы делаете мы об этом еще напишем тоже на нашем сайте в социальных страничках читайте и еще раз напомним что собирайтесь готовьте наряды красивые приходите на бал марта да мы будем ждать до встречи 16 ноября будет красивая программа красивые люди и очень красивая цель спасибо вам спасибо вам